Совсем скоро этот новый позолоченный купол и крест будут красоваться на крыше храма. Но прежде чем их установить, батюшка освящает и читает молитвы. Храм Сошествие Святого Духа на апостолов – один из самых старинных в республике. Ему больше 130 лет. Изначально на его месте стояла небольшая часовня с иконой Божьей Матери. Затем жители села решили построить храм. Работы начались в 1890 году. Строили его почти 10 лет. В 1900 году храм уже принимал прихожан, действовал. Здесь было, как написано в старом журнале, в архивном, 897 мужчин и 700 женщин. Так раньше считалось. У храма было 25 домов. Жилы клиры, священники, те, кто пели, трудились в храме. То есть деревня была большая. В 30-х годах, когда к власти пришли большевики, купол и крест были снесены. Колокольня разрушена, а иконостас сожжен. Ну, икону бабушка одна спасла, залезла в храм. Перед тем, как его сжигали, вытащила эту икону, которую вот нашли на роднике. И спасла ее. За это еще 7 лет в лагерях отсидела. Само здание не тронули. Оно долгие годы служило зернохранилищем. В этом храме, насколько я помню, с детства хранилось зерно. Здесь, на этом месте, был зерноток. И здесь сортировали зерно, которое привозили на улице. Машины разгружались и уже потом сортировали сюда чистое зерно. В 90-х годах храм пытался восстановить тогдашний глава деревни Ачи. Однако был убит, и все работы по восстановлению прекратились. Но не так давно храм вновь стали восстанавливать. Например, этот купол и крест будет установлен силами местного депутата Романа Шапарева. А вообще службы тут начали проводить еще в январе 2016-го. Кстати, внутри здания сохранилась настенная роспись. Этот храм уникален тем, что здесь на стенах сохранились фрески, которые были здесь еще с самого основания до 1898-й год. А еще он отличается тем, что здесь великолепная акустика. Почти три часа потребовалось на то, чтобы установить купол и крест. В ближайшее время будет выбелен известняк, а крышу покроют под золотом. Светлана Шумкова, Ренат Харасов, Новости НТР.